И тебя посчитают, и меня посчитают. Орган независимого государственного финансового контроля, контрольно-счетная палата, подвела итоги за прошлый год. И о них сегодня будем говорить с председателем Светланой Арестовой. Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сразу к делу. Счетная палата занимается контролем использования бюджетных средств. Вот были ли нарушения за прошлый год? Ну, так, вопрос, конечно, вы интересно поставили. Наша задача контролировать, проверять, выявлять, наверное, в том числе и нарушения. Но сегодня мы уже говорим о том, что надо стремиться и предотвращать. Поэтому и предотвращение нарушений – это тоже одна из сегодняшних наших основных задач. Вот какие были, да, нарушения, что удалось выявить, что удалось предотвратить? Какие-то самые вопиющие случаи? Ну, я все-таки думаю, что акцент я бы хотела сделать, в первую очередь, на те нарушения, которые необходимо в последующем контролировать по устранению. Ну, наверное, даже в бюджет возвращать. Эта сумма составила за 2018 год 69 миллионов. То есть 69 миллионов нам удалось вернуть в бюджет? Пока еще не полностью. То есть нужно будет контролировать и вернуть. Вернулся в бюджет 52 миллиона. И вот если говорить об этой сумме уже до 52 миллиона, то в ней имеется такая сумма – 22 миллиона – это предотвращенно. То есть пока шли контрольные мероприятия, объект контроля предпринял все действия и устранил данное нарушение. Ну, могу вот один из примеров привести, если это интересно. Я думаю, ремонт дорог. Вы знаете, что у нас сегодня направляется большой объем средств. И когда мы стали проверять капитальный ремонт в отдельных муниципалитетах, то установили, что уже после проведенного капитального ремонта у нас отдельные участки были разрушены. При этом муниципальная администрация не воспользовалась своим правом и в рамках гарантии не предъявили претензии подрядчику, который выполнял такие работы. И вот именно в том числе и такие факты нам удалось предотвратить в прошлом году. Были выставлены претензии и, соответственно, повторно подрядчик уже за свой счет устранил эти нарушения. Я правильно понимаю, что действительно, когда вы обратили на это внимание, удалось сделать так, что в итоге республика или муниципалитет получил качественную дорогу, при этом без нарушения каких-то использования бюджетных средств. Конечно, вы правильно понимаете. Поэтому мы и подчеркиваем, что своими правами муниципалитеты должны уметь пользоваться. И вот эти гарантийные обязательства, которые закладываются в контрактах, как раз это то право, которое муниципалитет использовал. Что касается, да, я думаю, что многие чебоксарцы заметили, что последние два года в Чебоксарах очень много дорог отремонтировали. Это действительно такая тонкая сфера, которую автомобилисты всегда у нас любят считать потом, сколько там не доложили гравия, песка и так далее. Поэтому это очень важный момент. С дорогами понятно. Какие еще социально значимые сферы вы проверяли? Какая там ситуация? Вообще, конечно, по объему проверенных средств в прошлом году порядка 40% мы проверили средства, направляемые бюджетом на социальные расходы. Ну, туда оно относится и здравоохранение, и образование, социальная политика, культура, спорт. То есть вот такой объем практически больших средств был проверен в прошлом году. Вот по жилью мне интересует особенно, да, жилье для детей-сирот, предоставление какие-то еще молодым семьям субсидии там какая-то? Вот если говорить, в частности, вот этого контингента, то есть граждан, которые получают у нас государственную поддержку на приобретение жилья. В прошлом году мы проверяли три социально значимых направления. Это и молодые семьи, которые получают у нас в рамках ФЦП, раньше называлось жилище. Это и устойчивое развитие села, когда у нас хотим мы закрепить молодых специалистов на селе. И в том числе, правильно вы подметили, и средства направляемые на программу «Дети-сирот». Но здесь хотелось бы выделить, наверное, две стороны. Первое – это акцент, что и как формируется у нас список нуждающихся, которая обязанность, вот это у нас возложено на должностных лиц муниципальных образований. И здесь было сделано достаточно много замечаний. То есть уже на этом этапе? Да, да, муниципалитетом, потому что изначально, если человек необоснованно поставлен на очередь и претендует на получение той или иной субсидии, потому что у нас каждая субсидия, она все-таки имеет целевое назначение и, соответственно, должны соответствовать определенным критериям, естественно, задача такая, чтобы у нас все-таки правильно был сформирован список нуждающихся. Второй аспект, который поднимался в прошлом году, это уже в последующем, получив эту субсидию, правильно ли распорядилась семья или гражданин этой субсидии, и, соответственно, у него тоже появляются определенные обязательства. И, конечно, в этом направлении также были выявлены определенные замечания и к получателям субсидий. А, например, какие вы здесь выявляются? Вот хотелось бы отметить, ну, например, ряд молодых семей, которые получили на строительство, они просто не построили жилые дома. Таких фактов, может быть, немного, но они были выявлены, и нами сейчас в итоге продолжают контролироваться для того, чтобы все-таки этот момент был завершен, и семья действительно получила жилье. То есть не отбирайте пока, да, контролируйте, чтобы они действительно, если на строительство, то построили. Ну, могу сказать, что возврат средств был осуществлен в том случае, когда был установлен уже факт нецелевого использования. Например, вместо жилого дома был построен гараж. Гараж. Второй факт, я думаю, надо обязательно дом назвать, это тогда, когда есть обязательства. Вот берем получатель субсидий по устойчивому развитию. Там есть обязательства у молодой семьи, если они получают эту субсидию как молодые специалисты, проработать 5 лет на семье, на селе. Вот здесь, к сожалению, было выявлено 27 граждан, которые вот это обязательство не выполнили. То есть срок, да, вот этот не отработали? Да, не отработали. Но, опять-таки, здесь точно так же мы как бы не рубим с плеча. Подошли с позиции того, что либо у нас молодой человек возвращается, работает на селе, соответственно, в какой-то социально-культурной сфере или там в других областях. Но, соответственно, если этого не произошло, конечно, уже есть факты, когда молодая семья, которая живет на селе, она была вынуждена вернуть эти денежные средства, так как все-таки человек, который получал, не вернулся работать на селе. Большинство специалистов, которые, наверное, возвращаются в селе, это все-таки врачи. Вот сфера медицины в прошлом году как проверялась, что там выявили? Если говорить о медицине, да, в прошлом году достаточно большой объем средств мы проверяли, потому что вы знаете, что уже ежегодно очень много бюджет сегодня направляет на ремонт наших учреждений. Но у нас два источника средств, которые направляются в здравоохранение. Это фонд обязательного медицинского страхования и уже непосредственно средства республиканского бюджета. Это и то, и другое направление, это функционал контрольной счетной палаты. И в прошлом году, наверное, мы впервые порядка миллиарда проверили именно средства, направляемые на медицину. И что бы здесь хотелось отметить? В принципе, сказать, что очень много военно-нарушений, наверное, я бы все-таки резюмировала, что нет. Больше, наверное, хочется обратить граждан на такой аспект, что мы впервые проверяли частные клиники. Потому что у нас в частных клиниках также гражданин может получить бесплатную услугу. Вот здесь, конечно, и были интересные факты выявлены. Да, вот приведу просто несколько примеров, что одна частная клиника фактически оказала услугу платно населению или гражданину в то время, когда она имела возможность и получила одновременную компенсацию с фонда обязательного медицинского страхования. А какая это, например, услуга? Что это можно? Что можно требовать бесплатно в частных клиниках? Давайте тогда, может, другое. Вот почему мы подчеркиваем стоматологию, что нас удивило в проверке другой частной клиники, например, стоматологии. То есть мы проверяли одну из частных клиник и выявили вот такую интересную статистику, обратили внимание на такую статистику, что 98% получился в стоматологии, как будто бы у нас делались услуги гражданинам бесплатно. Хотя мы знаем, что по стандартам фонд обязательного медицинского страхования, например, протезирование не оплачивает. Он оплачивает определенное лечение зубов, ну, там, бломбирование, например. И вот этот анализ, он показывает, как будто вот одна из частных клиник у нас занималась только лечением и не занималась протезированием. Но это опять-таки да. Я поняла. То есть, получается, они незаконно получали компенсацию? Мы не можем это квалифицировать, потому что, к сожалению, мы статистически это обозначили. Сейчас ситуацию тоже держим на контроль. Возможно, нам будет необходимости второй проведения проверки, потому что выявить нам не удалось, что и гражданин, и бюджет возместил те или иные расходы. Но вот в этой клинике, например, мы увидели, что стоял рентгенаппарат, а услуги у нас вот по этому выручку не проходили. И, соответственно, а этот вид еще деятельности лицензируется, и, естественно, встал большой вопрос все-таки, а как же так? Для чего купили аппарат? То есть, кто-то получал, да, двойной аппарат? Да, здесь, конечно, были составлены соответствующие материалы, были установлены факты на целевое использование средств именно в части приобретения оборудования. Соответствующие материалы были направлены уже в компетентные органы, в чей-то функционал, и организация, конечно, по отдельным нарушениям была привлечена к ответственности. Какие планы на следующий год? Какие сферы или отрасли проверить в первую очередь? Если говорить о задачах 2019 года, хотелось бы, конечно, брать внимание, что мы берем на контроль мониторинг региональных проектов, будут реализоваться на территории Чуварской республики. Вот последнее уточнение, вы наверняка уже слышали, что в 2019 году на реализацию таких проектов в республике будет направлено более 10 миллиардов рублей. Это все основные социально значимые расходы, здравоохранение, образование, культура, спорт, дороги. И что бы хотелось подчеркнуть, что в любом случае, вот именно будем вести текущий мониторинг по направлению средств в части региональных проектов. Но то, что касается таких важных отраслей, как дорожное хозяйство, вы знаете, что уже в течение всех последних лет у нас дорожный фонд формируется более 5 миллиардов рублей, поэтому дорожные отрасли у нас ежегодно подлежат контролю. Да, мы тоже будем это проверять. И, соответственно, я думаю, что, еще раз повторюсь, наша задача не только выявлять нарушения, но предотвращать и, соответственно, выдавать своевременные рекомендации, в том числе органам исполнительной власти. Наше мнение, как бы, что можно сделать дополнительно, чтобы не было вообще нарушений. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, бюджетные средства под контролем. Я напоминаю, что мы беседовали с председателем контрольно-счетной палаты Чувашии, Светланой Арестовой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова